быстро пролетели каникулы и вот опять я с радостью сообщаю о том что очередной осенне-зимний сезон начнется 8 октября как всегда мы выйдем в эфир в пятницу вечером 19 часов по москве и открытие сезона ознаменуется третьей частью цикла встреч о гипербореи напомню о чем шла речь предыдущих встречах начали мы 4 июня и вот как это было здравствуйте товарищи здравствуйте дорогие друзья гости нашего портового города судорома ни одного документального сколько-нибудь вообще приближенного к реальности свидетельства о существовании какой-то там хазари нет просто нет допустим новгородец мог называть правителя князем но в это же самое время приезжий к откуда-нибудь там из самарканда арий он мог сказать что это хан и оба были правы потому что это просто правитель на разных языках это означает одно и то же так вот слово к хан это но он произносит я так даже не могу произнести кто знает азербайджанский или турецкий язык или туркменский те могут сейчас подтвердить меня поправить и сказать точно как это произносится на слух русскому человеку если он будет записывать то что говорит турок он запишет каган русскими буквами а на самом деле это слово то же самое что если бы сказал например казах или туркмен но означает хан и ничего более не было отдельно такой должности каган гиперборея якобы по древней гречески это означает за бареем или за северным ветром и во всех источниках говорится о том что это легендарная северная страна древнегреческой мифологии на следующие традиции место летать дальше не буду продолжать самая главная ключевая фраза во всех определениях значит это что речь идет об окраинных народах лишенной конкретной исторической подосновы это гипер это означает не просто за гиперборея это не просто за а это означает крайнюю степень крайнюю степень высшую стадию чего-либо в данном случае речь идет о географическом понятии север потому что барей это страна цвета это не просто ветер и справедливости этого легко очень убедиться если обратиться к метеорологии точнее к синоптике предлагаю обратить внимание на большой экран здесь изображена роза ветров север по древнегречески по древне-древнегречески называется барей запад это зефир а восток это вот тут и 3 европа находится прямо там где главным городом является город не дефкар что такое не дефкар сегодня никто такого города не знает ни в одном справочнике не существует пояснений как раньше назывался этот город и как он сейчас и существует ли он вообще тем не менее он находится у истоков одной из главных рек беломорья поэтому с большой вероятностью это может быть либо вологда либо скорее всего это каргополь каргополь носил когда-то имя не дефкар но вот собственно часть слова кар она вот за это как раз и может быть и является косвенным подтверждением то либо гиперборея в переводе вот на современный наш русский язык означает собственно одно это не что-то там загадочное это просто крайне поэтому нет никакой речи о каком-либо государстве где сидел царь и кричал что я царь гипербореи нет между тем мы совершенно четко понимаем что крайний север и в нашем современном языке в любом русском хоть французском хоть не знаю португальском это означает сторону это означает некий регион который приближен к северному полюсу который находится у полярного круга вот поэтому в определенном смысле конечно академические историки правы нет никакого смысла искать следы государства гипернации но нынешнем нашем сегодняшнем понятие понимание этого слова это все равно что искать печать царя который правил государства в дальние дали нужно вообще-то как мы говорим я приехал с крайнего севера это больше эпитетное название больше поэтическое чем географическое она совсем не географическое невозможно найти на карте 3 10 царства или 3 9 государства поэтому здесь действительно ученые правы но у нас же существует и сегодня существует страна восходящего солнца поднебесная империя страна утренней свежести но это же в общем не значит что таких стран нет да на карте их нет а в народе любой понимает о чем идет речь что страна восходящего солнца это япония страна утренней свежести это нужная корея северную не включили в северную не бывает утра или свежести не бывает а поднебесная империя это китай все так просто а зефир для древних греков это условно говоря можно сказать для них это испания или португалия в общем европа это для тех кто определял стороны стороны света как зефир европа нот и морей для них европа это была собственно вся великая тартария потому что она находилась от них к востоку ну вернее если ориентировать карты как они привыкли делать то по левой руку от них все до тихого моря до тихого океана все было европа ребят мы все-таки для чего собираемся для чего все это обсуждаем для того чтобы найти правду правда не всегда удобно она не всегда такая интересная как нам хочется как бы нам хотелось и что в этом такого я считаю что лучшую все-таки горькая правда тем более что никакой горечи я не испытываю даже вот ни на секунду потому что то что удается нам отделять все-таки наносное от первоначального то что мы все-таки хоть со скрипом но приходим единственно возможным логичным выводом даже уже сама праздник это гораздо интереснее чем все до научные вот эти вот теории которыми сейчас заполнить заполнено заполнено все буквально пространство но я надеюсь что люди начались от этого подуставать начали все-таки стремиться разбираться чего-то и вот косвенно об этом может свидетельствует как раз повысившийся интерес к таким энтузиастам как например сергей игнотенко сергей игнотенко на него сейчас вот всех собак понавешивали и сказали что он переобувал никогда не перебывал я этого человека знаю много лет он всегда оставить только одну идею поиск правы если он в чем-то когда-то где-то ошибается открыто признает да я ошибался а вот оказывается она не так а вот так и всегда аргументированно подтверждает свое мнение никогда не говорю как некоторые писатели у нас дает наши предки славяна арии пришли с севера по уральскому хребту последствия гипербореи откуда это я не знаю может быть так оно и было я же не отрицаю но подтвердить это невозможно ничем кроме чих-то домов ну и дальше пойдем что олег матвеевич он приводит как раз массу источников массу документов со ссылками со всем вот в этой статье и он говорит о том что еще совсем недавно когда вообще наука развивалась немножко иным путем не так как сейчас когда она не была столь заформализована не находилась в каких-то сжатых рамках которые позволяют манипулировать которые позволяют со мной стороны хорошо унифицировать знания во всех областях во всем мире другой стороны часто уводят людей так вот 19 век начиная наверное с 1 3 19 века и до наверное окончания великой отечественной войны у нас просто сверкала целая плеяда блестящих умов которые вполне серьезно не 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 боясь потерять свою репутацию научную вполне серьезно писали труды о гиперболе здесь надо конечно перевести список поименно чтобы узнали к кому обращаться потому что мы здесь не просто поболтать собрались одно и все-таки повысить свой уровень образовательный григорий максимыч бонгар клеен очень известный ученый хотя и не однозначно его репутация ну алексей федорович лосов лосев великий русский философ наверное это не предпринимаемый авторитет для всех василий васильевич латышев аристит иванович даватор борис александр рыбаков вот по поводу рыбакова я сам хотел бы высказаться потому что не раз подвергал его критики потому что реально его труды грешат вот таким вот нас дворовым оптимизмом когда человек обрадовался какой-то идея начинает развивать увлекается сам в нее начинает верить и в конце концов и собственная идея превращается для него в истину вот этим рыбаков грешил очень серьезно достаточно плотно изучал мифологию славян то есть русскую мифологию кстати говоря давайте сразу договоримся если кому-то эта тема интересна пишите в комментариях или в письмах там или ватсап как угодно если эта тема будет востребована то мне тоже есть чем поделиться потому что я считаю что я гораздо больше других самодеятельных историков знаю все таки о мифах славян гораздо больше достоверных фактов у меня собралось чем это вот пытаются выдать на гора авторы статей на около научно-популярных сайтах очень долго вообще считалось что это синека но потом английские ученые доказали что это совсем не синека а это тот самый несет вот так он выглядит друзья этот бюст сделан якобы во втором веке до нашей эры это абсолютнейшее антинаучное геретическое утверждение потому что любой камнерез скажет что не существует на земле таких сортов мрамора которые способны сохраниться более там 450 лет любая статуя любое изделие из мрамора не может быть старше 500 лет в принципе по определению потому что в природе мрамор не сохраняется так долго но это вот не мешает нашим доблевым ученым утверждать что гесиот писал свое творение о гипермарии в восьмом тире седьмом веке до нашей эры вы знаете честно говоря мне вот это даже не смешит а скорее расстраивает потому что это говорит о крайне низком уровне профессионализма который науки имелось достаточно много шансов для того чтобы поправить был запас лет 150 пока еще можно было сказать а извините на ошиблись вот на самом-то деле вот так но никто этого не делает делает до сих пор сами геологи смеются сами материаловеды смеются но ничего сделать не могут в учебниках продолжают писать также как то вот писали 150 лет назад у эллинов слова софия означало знание ведение и у русских она произносилась почти также имела абсолютно тот же смысл но со временем конечно смысл разошел славян это имя прочно укоренилась виде имя собственного женского и так называли девочек когда хотели чтобы они выросли мудрыми чтобы они стали умными и образованными а у эллинов он буквально обозначало понятие мудрости поэтому и сложилось такое слово философия как составное фил означает любовь и любить значит филипп 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 лошадь фил любитель тот кто любит вот так вот любовь и мудрость это и есть философия но философия любить мудрость это по-русски абсолютно имеет всем понятный аналог абсолютный аналог это слово любознательный просто философия знак равенства любознательный вот я осознавая этот факт приходит уже на ум совершенно иной вариант объяснения феномену невероятной популярности на руси храмов святой софии выходит что софийские храмы они могли быть предтечей учебного произведения буквально смысле храмами науки храм мудрости вот это и есть церковь святой софии но сейчас святая софия потому что ее ассоциируют с христианской святой которая из писаний и то есть в житиях описаны ее подвиги религиозные и так далее это мать вера надежды любви мученическую смерть приняла и вот она вот якобы этой софии все ей поклоняются но тогда вопрос если это итальянская в кавычках конечно святая какое отношение она имеет к руси но на руси у нас чуть ли не в каждом городе обязательно был храм святой софии еще где византии в константинополе больше нигде не в нигде тех городах которые якобы отмечены софии памяти они нету это нонсенс такого быть не может ну это уже было отступление поэтому пойдем дальше по поводу гисеода значит этот мужчина еще раз покажу вам на экранах потому что он у нас красавчик он достоин того чтобы на него смотреть кстати говоря он очень похож на известного писателя мыслителя современности герон георгия алексеевича сидорова насколько я понимаю ну если я не прав если не похож поправки на меня но на мой взгляд это прям просто одно лицо ну вот это уже было понятно что связано с энергетиками было понятно что и пирамида и вот все эти руины они были они разрушены они сейчас разрушают то есть там видно как гранит горел он просто горел там такие огромные каверны и они вырваны пламенем местами когда давление огромное там сверху сверху давление а внизу температура этот гранит тек как вода правильно как волны 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 воды вот это все вы увидите на фотографии мы тогда это все семнадцатом году сняли но опять же тогда очень много мха было много деревьев было и мы не понимали а что происходит что почему вот и для чего раз два раз два горит трава взыв-взыв стрижает меч и голова барабардает с плеч ну короче кинокомедия самое настоящее но не кино но комедия серьезно по морю был янтарь был его очень много белое море и собственно все северные моря они они вот собственно и сегодня еще богаты янтарем но не везде потому что если брать реально вот вологодскую архангельскую области здесь скатного жемчуга уже нет совершенно нет хотя он еще встречался вплоть до середины двадцатого века а вот янтарь выбрали значительно раньше он уже кончился весь тут перемыли остатки то что попадается где-то там на мысу канин нос это все капля в море потому что закончилось ну каждый может сам просто взять найти в интернете геродота и почитать что он писал о гиперборея хотя пару цитат можно и прочитать потому что на мой взгляд это показатель уровня интеллекта тех кто создавал эту поделку же иначе как поделкой это и не назовешь потому что подобное мог написать только тот кто изучал историю не по учебникам а по комиксам у американцев не хоть такое клиповое мышление проблесковая маячная когда хопа раз о афина да да есть такая хопа нефертити черт побери они соединяют нефертити и афину в одной и потом не могут даже сообразить что они творят поэтому получаются такие шедевры антишедевры как фильм гладиатор ригли скотта где весь мир ухахатывает даже неграмотные американцы и те устроили соревнования между собой кто больше найдет ошибок в этом фильме потому что там вопиющая безграмотность да ну не говоря о том что это все вообще придумано по большей части вот но вот то что приписывают как раз геродота это вот именно грешит стилистически и смыслово именно указывает на то что это все выдумали причем выдумали недавно люди которые обладают мировоззрением современного недоученного в американском каком-то заброшенном за за штатном колледже идиот потому что мы нормальничек так не натих о гипербореях сказано достаточно я не хочу ведь упоминать сказание об а борисе который как говорят так же был гипербореем он странство по всей земле со стрелой в руке и при этом ничем не питался существования я не хочу читать этот бред извините эта карта она дает представление о том где именно находились горы и мауса и где именно находились горы репейские это не одно и то же и маус это то что потом превратилась до x или римник яек и вот это вот сегодня урала репейскими горами бывает совсем другое то есть существует множество всяких других источников которые вот благодаря которым вывод о реальном существовании гиперборейских или рифейских или иначе репейских гор остается единственной возможностью и вот лишь характерные источники я сейчас продемонстрирую на экране разных времен разных картографов повторяется все вплоть до мельчайших деталей принципе никаких сомнений не остается в том что страна русия или страна населенная племенем которые называли себя или их соседями ловали русами это она полностью совпадает с тем горным образованием которые сегодня нам известны как северные и увалы вот одна карта я здесь красным выделил чтобы было четко видно где у нас московия находится где у нас пермия находится кондория да и вот по северным увалом или увалом проходит руси и дальше смотрим следующая карта это современная карта которая позволяет именно сделать локацию этих самых гиперборейских или рифейских гор вот они северные увалы они как раз протянулись на карте от волокды где у нас город сокол где у нас город хоров где у у нас гора хора и до северного урала до перми но это чтобы было понятно теперь дальше более древние источники вот мы видим через миссия она вообще еще даже северные гипербореи кому-то есть гиперборея совпадает по сути дела с землями новгородского княжества следующая карта она одна из многих но я и очень любит потому что она очень четкая и хорошее разрешение и очень четко детализация которая позволяет локализовать современные населенные пункты озера реки с тем как представляли это все средние века есть тоже видите альба руси это то место которое сегодня у нас называется по море белоруссия настоящее здесь где откуда я сейчас вам вещаю а южнее репейских гор которые здесь тоже на этой карте очень хорошо видны южнее находится новогардия то есть новгородская княжества вот карта более поздняя это если я не ошибаюсь уже 16 век хотя она конечно же не в оригинале дана она более поздняя перепечатка это следует из шрифтов из качества печати то есть это уже современная почти что современная печать но она копирует старинную карту дошедшую до наших времен здесь мы тоже очень четко видим вот эту горную цепь которая сегодня называют северными увалами она переходит на другую сторону белого моря и растянулась по кольскому полуострову это очень важно вопрос тут возникает в другом о ориентации пространстве потому что сориентированы эти горы не так как вот сегодня это главный повод для раздоров но я думаю что ответ на вопрос тоже имеется потому что если мы обратимся к последним знаниям последним данным диалоги то все это не выглядит совершенно бредом потому что уже понятно что это не фантазии и какие-то досужие домыслы плохо образованных там энтузиастом уже все таки это вполне научная теория о смене географической полисовом периодическом циклическом или по крайней мере об одном таком пере об одной такой смене речь может надеюсь что посмотрев этот ролик вы смогли получить представление о том что из себя представляют наши встречи каждая из которых длится более трех часов у нас весело и все имеют возможность делать замечания и задавать вопросы в общем участвовать в историческом расследовании объективным и скрупулезным далеком от фантазии и домыслов если вам надоело слушать бредни всевозможных больноречивых блогеров присоединяйтесь к нашей компании здесь вы найдете настоящих друзей уравновешенных доброжелательных здравомыслящих познавателей для которых важна правда они дутая сенсация найти нас просто эфиры кадыкчанского почта вечере рейд собака яндекс точка ру до встречи в эфире а Продолжение следует...